Очень важный был этап знакомства в первый день, когда все собрались. Я очень волновалась, потому что плохо знакомлюсь с людьми, но здесь все очень внимательно ко мне отнеслись и ко всем, кто сюда приходит. И это меня очень обрадовало, потому что действительно каждое какое-то знакомство очень сильно стреляет. Дальше очень подробно и интересно рассказывали о том, как делать выбор, пункты, которые нужно пройти. И потом уже скайпы, когда каждый пункт рассматривали подробнее и каждому рассказывал, что именно нужно сделать, как это делать и подводился итог. И последняя встреча личная. И где мы делились, кто с чего начинал, о каких профессиях задумывался вначале, к чему в итоге пришел. Кто-то приблизительно в этом и остался, а кто-то сильно поменял свое решение, вообще в другую сторону ушел. Был, например, у нас парень, он хотел конструировать самолеты, а перешел экономистов, например. И меня очень порадовало, что именно занимаются обучением, обучают делать правильный выбор, а не просто сказать, что раз тебе нравится, например, рисовать, ты должен быть художником. Или если тебе нравится танцевать, то быть хореографом. То есть не так, а именно из каждой интересующей вещи как-то постараться собрать мозаику и сделать то, что будет интересовать человека дальше всю жизнь, и чем ему будет интересно заниматься на протяжении долгих лет. После этого тренинга я сначала очень волновалась, думала, что мне никак это не поможет, что будет неинтересно и как-то больше будет как в школу ходить, там что-то такое вот. Но после тренинга я поняла, что на смарт-курс есть подход, ну такой особый, все очень интересно, увлекательно, и что здесь мне будет не только все понятно и здесь мне помогут, но и то, что здесь очень добрые и отзывчивые люди. Как-то вот получалось где-то возглавить команду и повести за собой, было прикольно. Я просто никогда не думал, что я вообще обладаю какими-то лидерскими качествами, не знаю, мне почему-то так не казалось. Вот. А так вообще классный был тренинг. Я помню, как после первого дня я понял, что надо экономить силы, а то прям вот в конце первого дня, я помню, я очень устал, вот такой уже сидел на последнем занятии, не понимал, что происходит вообще. Какая-то жесть была. Просто молчал, я ничего не хотел. А вот на второй день я уже как-то экономил энергию, вот. И я благодаря этим дням понял, что нужно всегда экономить энергию, чтобы хватило тебя на все. Мне больше всего запомнилось, когда вы говорили утверждение и лежали цифры на полу. И нужно было встать на цифру, то есть, которая утверждает полностью согласен, скорее согласен, неуверен и так далее. Мне почему-то это очень помогло за счет того, что я определилась как-то, ну вот, у меня, я не знаю, как это объяснить, но помогает всегда определяться в разных ситуациях. То есть, я это использую и в жизни, когда меня что-то спрашивают, и я вот вспоминаю это упражнение и думаю, я полностью согласна или же не очень. То есть, так помогает как-то для себя определить всю полную картину вопроса и утверждения какого-то. В плане упражнения было очень здорово. Я помню, мы делали плакаты. Это на самом деле было самое долгое упражнение, но очень интересно. То есть, нам дали огромное количество журналов и сказали, вот, вырезайте что-то, что вам понравится, связанное с вашей профессией. И это было очень здорово, потому что, опять же, вот эта вот, какая-то коллективная такая вот энергетика, когда сидят и что-то вырезают, что-то клеят. Я это очень, в принципе, люблю. И мне это запомнилось почему-то таким, как бы, ярким фрагментом во всей программе. Если ты сюда уже идешь, ты должен понимать, что, во-первых, это неизбежно, ну, то есть, что здесь будет много людей. Ты должен понимать, что в жизни ты будешь встречать очень много незнакомых тебе людей, того же возраста, не того же возраста, с которым ты должен будешь взаимодействовать. И обычно на таких местах люди действительно хорошие, в местах, связанных с психологией, люди тебя будут понимать и никогда тебя не осудят. Группа мне близка очень, то есть, мы до сих пор продолжаем общаться там с ребятами, ну, там, с Ксюшей общаемся, вот. Вот. Ребята очень добрые, у каждого свои интересы, и ты видишь, что люди бывают очень-очень разными. И эти люди, они были действительно все очень разные, но каждый из них был добрым по отношению к другим, понимающим. Такая группа и такие люди вообще встречаются редко. Я, если честно, плохо схожу с коллективом, я очень плохо, в принципе, общаюсь с людьми, мне очень сложно, именно на первых порах. Но тут как-то, как будто тебя выбрасывают, но при этом на какие-то мягкие подушки определенные, которые специально подготовят тебя, это не очень страшно. То есть, когда ты общаешься с другими ребятами, ты думаешь, а, так, ты хочешь быть этим, а ты вот этим, а мы с тобой похожи. Вот. И вот такого дискомфорта при общении не было. Это тоже безумно здорово, поэтому все абсолютно запомнилось. То есть, нет, не могу выделить, что это определенное. То есть, общение с наставником потрясающее, с людьми, которые смарт-курс великолепно просто, последний день просто замечательно. То есть, даже термины столько хороших не хватит. Поэтому, вот так.